Пошло Так, все, готово Сейчас закрываю этот мусор Так, поехали Сегодня начнем уже работать со сканом Так, в прошлый раз мы его остановили Сейчас такой быстрый обзор функционала В принципе, зачем эта фигня нужна То скан, скан Говорил почитать документацию, но как-то толком ничего про это скан не объяснил Так вот, я запустил скан Я у себя уже локально работаю Буду включать все как обычно Не через докер, а прямо на локальном компьютере Поэтому больше я про докер вспоминать не буду Дальше ты уже сам как хочешь его инкорпорировать в повседневную жизнь Так, скан Создали, инстант запустили И смотрим, что у нас есть В целом скан это готовое решение Готовая платформа, но никто его не использует как есть Вот так вот с нуля Все его как-то кастомизируют под своей нужды Так вот, готовое решение По поводу, в плане того Какой функционал он предоставляет Это обычный сайт, который ты в принципе можешь написать на коленке За день-два, а то и быстрее Основной геморрой здесь входит в верстку Чем скан ценный, так это тем, что Он предоставляет какое-то API стандартизированное И его используют Да, наверное, единственная реальная ценность скана в том, что его используют Тот портал, который мог бы создать ты, то библиотека Ее нужно разрекламировать Заставить разные организации ее использовать Чтобы она стала популярной И после этого ее станут знать все И все будут знать ее API и так далее Ты знаешь, как какой-нибудь Facebook Graph API, Telegram API, Skype API И те мессенджеры, которые используются всеми Написать какой-то чат-бот для них гораздо проще Потому что в интернете полно решений И так далее И скорее всего, уже есть другие сайты, другие приложения Которые интегрированы с этими популярными мессенджерами Просто потому, что их используют все Вот та же идея со сканом За счет того, что его уже используют много где Он и ценен Если бы это кто-то завтра написал новый скан И сказал, вот зашибись штука Делают все, что делает скан, только красивее и лучше Никто бы эту штуку не стал использовать Просто потому, что она еще не популярна Так, по поводу функционала, которую скан предоставляет с коробки За счет расширения скана можно сделать все, что угодно Даже какой-нибудь интернет-магазин Но для интернет-магазина есть более удобные решения Так вот, поэтому скан чаще всего используют по прямому назначению Как каталог данных Так вот, скан хорош в том, чтобы в себе хранить какие-нибудь файлы Не обязательно прямо на сервере, но скан позволяет загружать файлы Но вся ценность скана не в этих файлах, не в самих файлах А в той информации, которую дополнительно к файлам загружает человек Так вот, в обычном какой-нибудь облаке, еще где-то загружается картинка И этой картинке можно указать базовую информацию, допустим, дату на каком-нибудь Google Фото Дату создания, где эта фотка была сделана, на какой объектив была сделана Да и в принципе все Так вот, в скане объем информации, которую ты можешь ввести от данных не ограничен Во-первых, из коробки скан позволяет вводить дофига данных И кроме того, скан позволяет расширять количество полей И за счет чего ты в принципе можешь говорить, что вот об этих данных, об этом файле У меня есть целый миллион слов, которые я могу сказать Короче, миллион вот таких вот полей Об этом файле у меня чуть меньше полей Об этом файле у меня только три поля и так далее Так вот, эта вся информация называется метаданными Есть данные, они представляются самим файлом Вот этим файлом, который где-то загружен Который я могу в теории получить по этой ссылке, либо скачать Либо по этой ссылке go to resource И метаданные, метаданные, которые я вижу вот здесь в этой таблице Так вот, сами файлы в скане грузятся внутрь ресурса Ресурсов может быть много Но у ресурсов есть общая черта Множество ресурсов объединяется под датасетом Датасет это тупо чистая мета информация Метаданные, вот они Много-много полей И неограниченное количество благодаря этим картинам филд Доблинг полей Так вот, датасет это только мета информация Но к этому каждому датасету пользователь может присобачить неограниченное количество ресурсов Каждый ресурс в свою очередь это тоже метаданные Плюс файл Либо ссылка на файл Так вот, вот что такое датасет И несмотря на то, что казалось бы, но это же только мета информация Это нереальные файлы Датасет гораздо важнее Потому что он содержит как некую глобальную общую информацию Объединяющую между собой несколько файлов Файлы ты где-то можешь найти Файлы ты можешь скачать Но не имея информацию о том, какого они формата Кем, когда, зачем они были собраны Насколько валидна эта информация Файлы особо интересные для тебя не представляют Да, ты можешь использовать файлы для того, чтобы учить какие-то свои тестовые модели в нейросетях Ты можешь использовать файлы для того, чтобы делать какие-то прогнозы биржевых рынков Но ты должен знать, откуда этот файл взят, насколько ему можешь доверять И очень важно, под какой лицензией этот файл распространяется Вдруг ты не имеешь права зарабатывать, используя этот файл Либо вдруг ты не имеешь права вообще его считывать Или если ты с ним что-то делаешь, ты обязан как-то связаться с владельцем Так вот, лицензия также очень важна Вот почему метод данной, в частности датасет, настолько важен Датасеты, в свою очередь, уже не обязательно Могут объединяться под организациями Организации это сообщество людей Которые могут читать, создавать, удалять датасеты Вот, да и в принципе все И скан-портал это коллекция всех этих организаций Вот примерно так Есть разные уровни, перемиссии, запреты, разрешения Но это все потом Мы потихонечку, когда будем проходить отдельные темы Я буду дополнительно рассказывать про это Вот, в общем, общая идея скана Мы знаем, что это некий готовый портал На котором есть своя концепция, реализованная, свой функционал Но прежде чем мы даем модификациям этого функционала Гораздо проще будет начать создание чего-то нового Что не требует предварительного особо глубокого знания скана Так вот, просто создать новую страницу Не важно, что там датасеты, что организации делают Мы хотим создать чистую страницу, которая пока что не делает абсолютно ничего Вот, и тут мы, в принципе, приходим к моменту того, что нам нужно расширить скан Скан — это готовое решение Каким образом можно в нем создать страницу? Вариант наивный — зайти в исходный код скана Разобраться, как и создать страницу по примеру Можно делать так, но неправильно Потому что как только ты начинаешь править исходный код скана Все изменения с гитхаба и так далее Все попытки апдейта скана проваливаются Потому что вдруг апдейт, вдруг кто-то в процессе исправления бага Изменил именно то место, в котором ты создал свой код И все, ты уже не можешь безопасно накатить эти изменения Тебе нужно решать какие-то конфликты, тебе нужно мучиться Поэтому вариант изменения исходного кода плохой Вместо этого скан предлагает тебе создавать расширение В скане они называются экстеншенами Экстеншен Так вот Экстеншен — это питоновская библиотека Которая сама по себе является просто питоновской библиотекой Но она особым образом воспринимается сканом Благодаря неким специфическим настройкам Ты можешь создать с нуля, вот как мы делали Создать файлик с этапа и в нем все прописать Вот эти специфические настройки, чтобы скан воспринял по-особому Твой экстеншен, твое расширение Но так как учить что-то лень Хочется, чтобы все было автоматически и без дополнительной боли Плюс строк много, они могут в будущем меняться Скан предлагает тебе альтернативный вариант Вместо того, чтобы писать вручную Ты можешь сгенерировать новый экстеншен по какому-то простенькому шаблону Шаблон всего один Может в будущем появятся разные шаблоны Но сейчас шаблон всего один Но с другой стороны, когда у тебя сегодня шаблон, его легко использовать Так вот, чтобы создать новое расширение Активируешь виртуальное окружение, в котором у тебя доступна команда scan И с ее помощью, с помощью уже знакомой нам команды generate Scan generate Ты создаешь экстеншен Третье слово, которое нам нужно, если вдруг забыл, просто введи scan generate, нажми enter И ты увидишь варианты, что можно сгенерировать Можно сгенерировать config file, мы это делали Можно сгенерировать экстеншен, это то, что нам нужно Так вот, scan generate extension После чего, scan задает тебе несколько вопросов, и ты должен на них ответить Единственный обязательный вопрос, это имя твоего экстеншена Имя обязательно должно начинаться с префикса scannext- Вот здесь это написано Если ты используешь какое-то другое имя, scan тебе покажет дулю И пока ты не удовлетворишь его в плане именования, scan тебе не позволит ничего сделать Окей, как просишь scannext-xxx Все, дальше после дефиса у тебя следует какое-то имя экстеншен Это, скорее всего, будет простое имя, однословное Но, возможно, это будет несколько слов типа related, data says или еще что-то В общем, называй его как хочешь, разделяй отдельные слова дефисами Либо нижним подчеркиванием, как тебе больше нравится Я использую однословное имя xxx Нажимаем enter, после чего нам задают еще несколько вопросов Их можешь проигнорировать В идеале, конечно, на все ответить правду, но пока что для эксперимента можно проигнорировать Клац, очень много раз enter Все, экстеншен создался Где создается экстеншен? Обычно рядом со сканом У меня есть виртуальное окружение внутри вот этой папки project scan Внутри нее есть папка src И внутри нее установлен скан То есть вот где я сейчас И рядом с этой папкой scan По соседству создалось scanxxx Это стандартное расположение экстеншена Если тебе его ты хочешь куда-то принести, вперед переноси Перейдем в папку этого xxx Кстати, напомню Я постараюсь больше этого не говорить Но сейчас напомню Я ввел scan generate что-то там И буду запускать скан с помощью команды scan run Не забывай, что если ты не экспортировал переменное окружение scan ini То тебе нужно во всех этих командах после scan указывать минус c И путь к конфигу Как-то так У меня эта переменная окружения экспортирована Поэтому я этого не делаю Вот она Так, есть Перешли в папку экстеншена Вот что у нас здесь есть А лучше даже откроем его в редакторе Project scan Src xxx Вот наш экстеншен И вот какие в нем есть папки Часть этих файлов вообще бесполезна Их можно удалить Часть тебе пригодится, если ты будешь писать определенный код Часть тебе просто жизненно необходима Так вот, единственный реально необходимый файл здесь Два файла Это папка scan next И во-вторых, это файлик setup.py Его мы разбирали Но здесь в скане он чуть более подробный И хорошо, что тебе не пришлось его писать вручную Ну, в принципе, можешь почитать, поанализировать Посмотреть, что оно там делает Реально сложных строк нет Но пока ты не столкнешься со сканом Некоторые из них непонятны И основная магия, кстати, вот в этом месте Entry points scan plugin Благодаря вот этой строке Наша питоновская библиотека Наш пакет питоновский И является скан расширением Если ты удалишь вот эти вот две строки То это будет обычная питонская библиотека И скан ее вообще никаким образом не воспринимает как нечто особое То есть вот та строка, которая делает всю магию И заметь, здесь есть такой, в этой строке есть XXX равно Здесь будет всегда написано Имя твоего экстеншена равно И путь для импорта твоего экстеншена Сейчас к этому пути для импорта мы перейдем Но самое важное слева Вот эта часть Это часть XXX Имя твоего экстеншена Имя твоего плагина По умолчанию всегда будет выглядеть как Ты использовал, например, название сканекс XXX Так вот, отрезаешь фрагмент сканекс дефис Все, что после этого является именем твоего плагина С одной поправкой Если, например, назвал плагин XXYY через дефис Именем плагина будет XX нижнее подчеркивание YY То есть все дефисы превращаются в нижнее подчеркивание В остальном Как ты назвал свое расширение Свой плагин Так и будет он называться в пределах скана Зачем это нужно? Так вот, дело в том, что Несмотря на то, что ты плагин создал Скан его еще не увидит Чтобы скан его увидел Тебе нужно свой плагин добавить в список включенных плагинов Как это сделать? Открываешь конфиг файл И ищешь секцию scan.plugins И вот список всех твоих включенных плагинов По умолчанию там, скорее всего, что-то типа stats, recline view Ничь подчеркиваю, нет Text view, еще что-то там И так далее Мне эта вся фигня не нужна Я ее просто удалю И здесь ты решаешь, какие плагины будут у тебя включены В этой строке Пишешь через пробел Либо в этой строке перечисляешь все плагины Либо отдельно на новой строке еще какие-то плагины Очень важно Новая строка, каждая новая строка будет считаться продолжением предыдущей То есть вот это скан воспринимает как одна длинная строка Вот то, что ты сейчас видишь, на самом деле воспринимается сканом вот так Но это правило действует только до тех пор, пока каждая новая строка содержит какие-то пробелы в начале То есть табуляция, либо пробел, все что угодно Но текст не должен начинаться с начала строки Если у тебя появится вот такая строка Это уже скан воспримет как новую конфиг-директиву То есть скан подумает, что это какое-то новое слово, какая-то новая опция А плагины заканчиваются здесь То есть вот твои плагины Все остальное уже не плагины Добавляешь хотя бы один пробел тут Все это по-прежнему плагины До самого конца Так вот, обычно очень удобно делать всем плагинам одинаковый уровень доступа Но решать тебе, можешь их варьировать Можешь первую строку тоже начинать со стопом Как-то так тоже будет работать В нашем случае мы хотим включить наш свежесозданный экстеншн Который называется xxx Включаем И скан в этот момент ломается Если у тебя был запущен скан и включен дебаг режим То сервер скана автоматически перезапустится И выдаст ошибку, плагин xxx не найден Если скан был выключен, ты запускаешь его ScanRun И получаешь ошибку, плагин xxx не найден Почему? Вроде как я его указал, все есть Дело в том, что плагин ты создал Скану ты о нем сказал Но скан не знает, где твой плагин находится Где он лежит В теории, да, конечно, твой плагин лежит рядом с папкой scan Но вдруг ты его куда-то перенес Либо еще что-то поменялось В общем, скану этой информации недостаточно Ты создал этот плагин Но это обычная питомская библиотека И она еще у тебя в системе не установлена Поэтому скану эта библиотека, да, жопа пока что Что мы можем сделать, чтобы исправить эту проблему? Установить эту библиотеку с помощью Python Setup.pDevelop Как и все остальные Потому что это просто питоновский пакет Либо pip install-e Минус-e, точка Можно без этого и минус-e Можно вместо develop-a-spost-install Но напомню Тогда твоя библиотека перенесется В какую-то внутреннюю папку virtual environment Нам это не нужно Мы хотим оставить extension здесь, чтобы его править Так вот Устанавливаем текущую папку Как питоновский пакет Он устанавливается И после этого уже скан запускается без каких-либо проблем То есть запускаешь скан Scan run Ошибки не вылетают Можешь открыть в браузере свой портал Он выглядит точно так же, как выглядел раньше Как понять, что плагин действительно заработал? Для этого мы можем использовать скан API В скане дофига всяких API-поинтов До них мы еще дойдем Но пока что URL, которую можешь запомнить Slash API Slash Action Slash status Нижнее подчеркивание show Показывает базовую информацию в твоем портале В частности и его версию скана Где-то здесь Вот версия 2.10.0 Потому что я использую мастер И его включенные плагины У меня на данный момент включен только XXX И вот я его здесь вижу Был бы выключен, я бы его здесь не видел Логично Как-то так Все, XXX работает Все прекрасно Возвращаемся в скан Даже не так, не в скан А в сам наш экстеншн Напомню, у меня включен дебах-режим Поэтому если я буду менять существующие файлы в этом экстеншне Сервер будет автоматически перезагружаться Если я буду создавать какие-то новые файлы Мне придется перезагружать сервер вручную Сервер перезагружается, отслеживает только файлы, которые существовали на момент его запуска Но это небольшая плата, мне не сложно это сделать Там есть исключения из этого правила Иногда сервер сам перезагружается Но до этого еще нужно дойти Закрываем конфиг, возвращаемся в экстеншн Что у нас здесь Вот появилась папка благодаря установке Ее можно игнорировать Что у нас здесь есть? Снизу вверх Тест ини Файл конфигурации, который тебе понравится Если ты будешь писать автоматизированные тесты Вот эти всякие юнит-тесты, n2n-тесты и все такое Здесь ничего интересного Этот файл слегка похож на твой базовый скан-конфиг-файл Но в нем гораздо меньше текста Пропускаем Затем в сетапе я уже открывал Сетап-кфг Это файлик с конфигурацией Всяких дополнительных сторонних библиотек В частности, здесь находится конфигурация библиотеки Которая заведует переводами на разные языки скана Она уже сконфигурирована Поэтому если ты захочешь написать какое-то расширение экстеншн Которое предоставляет интерфейс на нескольких языках Это будет сделать крайне легко Благодаря тому, что здесь уже все к этому подготовлено Кроме того, в этом сетап-кфг со временем могут появляться Дополнительные директивы в зависимости от того, какие сторонние библиотеки ты используешь Так вот, requirements text По методике скана Если тебе к твоему плагину нужны какие-то зависимости Скан рекомендует их включать вот здесь в requirements text То есть, если ты будешь зависеть от какой-то библиотеки hello, версии 1.2 Ты напишешь что-то такое Готово В будущем люди при сноуке твоего расширения должны будут сделать что-то типа Pip install Твое расширение И плюс, минус R, requirements text, чтобы установить все зависимости Да, это больше работа, но благодаря этому Если есть какие-то другие экстеншены, которые требуют ту же самую библиотеку, но другой версии У тебя не будет конфликта Точнее, у тебя будет возможность вручную пофиксить этот конфликт Не будет такой ситуации, что ты просто не способен установить библиотеку Есть? Так, readme.md Здесь находится документация твоего экстеншена Обновляй ее как можно чаще, чтобы она всегда отражала реальность Очень удобно, особенно для распространения своего экстеншена Либо просто для разработки в команде Так, manifest in Это можно игнорировать Это относится к созданию пакетов при публикации Их, в общем, игнорирую это Лицензия Лицензия, по которой можно распространять твой экстеншен В принципе, скорее всего, тебе это неинтересно, но можешь прочитать Так, gitignore Он в Африке Gitignore, про него ничего сказать нельзя Папка github Здесь в новых экстеншенах Эта фича появилась недавно В тех экстеншенах, которые создаются недавно Здесь лежат настройки GitHub Workflow В общем, если знаешь, что это такое Хорошо, если знаешь, что это такая система Continuous Integration, которая позволяет тебе запускать автоматические тесты И еще что-то Форматирование кода каждый раз, когда ты публикуешь свой код на GitHub Классная штука В бесплатной версии достаточно ограничена, но все равно классная Dev Requirements То же самое, что Requirements Ну, если какие-то зависимости не нужны непосредственно для работы твоего приложения Но нужны разработчикам Например, если у тебя какие-то специфические требования для прогонки тестов Ты можешь в Dev Requirements положить эти требования, потому что Прогонять тесты будут только разработчики И их никогда не будут прогонять на Production Server Coverage RC тоже файл конфигурации стороннего сервиса Который позволяет проверить, насколько твой код покрыт тестами Нужен для тестирования, догадывайся И папка Sconex Непосредственно здесь Не непосредственно, а чуть глубже Лежит наш плагин Внутри папки Sconex у нас всего парочка файлов Init.py, который можно игнорировать Он важен, но он тебе не нужен И папка XXX, в которой уже лежит твой плагин Почему так сложно? Почему Sconex, а внутри UXXX? Потому что благодаря этому Все экстеншены в результате Все экстеншены Sconex находятся внутри папки Sconex И в будущем, когда ты заходишь их импортировать Ты не будешь писать Точнее, не так, ты будешь писать IPython Ты будешь писать from Sconex И ты уже будешь видеть, что тебе нужен какой-то экстеншен Точка названия плагина Если это плагин XXX, будешь писать так Если это плагин XY, будешь писать вот так Но выглядит, будто все они находятся в одном глобальном пакете Sconex На деле так и есть, просто они находятся в разных папках Это такой способ агрегации Если в будущем ты создашь какой-нибудь Sconex Django У тебя не будет from Django import Потому что это непонятно То ли ты импортируешь из того самого Django То ли ты импортируешь из своего экстеншена Нет, у тебя будет from Sconex Django Достаточно удобно Это раз и еще раз Все экстеншены импортируются из Django Например, если тебе интересно Import Sconex Deer Sconex Так, если тебе интересно Какие у тебя там экстеншены есть Ты можешь импортировать Sconex Как-то его проанализировать Сделать from Sconex Text.autocomplete Вот, благодаря i5-новскому автокомплиту Либо благодаря автокомплиту твоей IDE Ты видишь список всех экстеншенов Которые ты можешь установить Благодаря тому, что я дофига занимаюсь разработкой на скане У меня здесь экстеншенов много Возможно, у тебя будет список меньше Но незначительно меньше Потому что большая часть этих экстеншенов Наверное, процентов 70 Находится внутри скана Так что все они у тебя тоже будут Фух, вот чего можешь добиться Благодаря этому Sconex Это просто небольшое удобство Не более Так вот, внутри папки Sconex Лежит папка непосредственно с кодом нашего экстеншена И только внутри этой папки xxx, либо как она у тебя будет там называться Ты будешь разрабатывать Всегда только внутри нее Здесь уже есть несколько папок Несколько файлов Пока что для нас Init.py, между прочим, пустой Его можно игнорировать тоже Пока что для нас интерес представляет только плагин.py На секунду в правом окне Вернемся обратно наверх на Setup.py И посмотрим вот ту последнюю строку xxx равно Я говорил, что здесь путь импорта твоего плагина Смотри, xxx равно Sconex xxx plugin То есть вот этот вот файл плагин Двоеточие xxx plugin Вот это после двоеточия Это название класса Как скан это использует? Он разделяет эту строку По двоеточию И потом пишет внутри себя From Sconex xxx plugin Import xxx plugin Как-то так То есть в теории ты можешь разместить Свой класс плагина где угодно Это может быть даже библиотека a.b.c a.b.c Ты не обязан следовать правилам именования Sconex Но тогда тебе придется обновить эту строку Чтобы она указывала на правильный путь импорта Так, есть Если бы в теории во фласке были бы какие-то scan extension Ты мог бы написать Flask Не знаю Flask Ext xxx plugin В теории Почему бы и нет? Но у нас все просто Никаких теорий Все на практике Так вот xxx plugin Это имя реального класса Внутри скан Открываем И видим Вот он xxx plugin Все Идеально Больше нам в принципе Ничего и не нужно Из того хода Который ты здесь видишь Часть тебе на самом деле Не особо нужна Например Вот эта вот верхняя строка From scan plugin Import scan plugins As plugins Эта строка тебе нужна Потому что в ней находится Класс Single tone plugin Это базовый класс Который должен расширяться Всеми твоими плагинами То есть каждый твой плагин Будет наследоваться От single tone плагина Либо от какого-то его наследника То есть в теории Ты можешь создать Какой-нибудь здесь класс YYY plugin Кстати Суффикс plugin Полностью опционален Он используется просто Чтобы было понятно Что это плагин Который наследует XXX плагин Не прямым образом Но мы по-прежнему Наследуемся от single tone плагина Такое тоже сработает Можно делать так Если хочешь Есть Так вот Что дальше Дальше весь код Необязательный Scan plugin Это должен быть Обычный Питоновский класс Который наследуется От single tone плагина Этого достаточно Это уже достойный Кандидат На На расширение скана Я изменил этот код Обновил страницу Что-то сломалось А выключил сервер ScanRug Вот Запустили Все работает Я этот код верну Но пока что Закомментирую Потом Раскомментирую Обратно Когда мы до этого Дойдем Есть Scan plugin А и кстати Вот еще Импортированная библиотека From Scan Plugins Toolkit Импортированная библиотека Toolkit Она в себе содержит Кучу Очень-очень полезных Методов Классов и так далее Если тебе что-то Понадобится Это что-то Скорее всего Будет доступно в Toolkit Если этого Чего-то нет В Toolkit Дважды подумай А действительно ли тебе Это нужно То есть Все что рекомендовано Использовать В расширениях Scan предоставляет С помощью Toolkit Все что не рекомендовано Либо опасно Либо требует Повышенного уровня знаний В Toolkit Отсутствует Таким образом Scan сигнализирует Что безопасно А что А куда не лезть Пока ты не чувствуешь себя Увереным в Scan Вот Я обычно Импортирую Toolkit под именем ДК Просто потому что Так чуть меньше писать Но это Дело вкуса каждого Поэтому Решать тебе Есть Тут разобрались Теперь расширение Это хорошо Что у нас есть Клуб Плагин Но Как с помощью Этого плагина Что-то делать Со Scan В принципе Наш плагин Никак на Scan Сейчас не влияет Наш класс Точнее Увы Ничего не происходит Так вот Тут правило Достаточно простое Если ты хочешь Расширить Функционал Scan Ты должен Ты должен вначале Знать Можешь ли ты Это сделать Scan Предоставляет Отдельные точки Отдельные моменты Где его можно Расширить И ты соответственно Можешь расширить Только там Где Scan Это разрешает На самом деле По факту За счет того Что это Python Ты можешь Расширить Абсолютно все Абсолютно как угодно Потому что Python Позволяет Делать фантастические Вещи с кодом Но мы сейчас Не будем погружаться В его темные глубины Вместо этого Будем делать вид Что мы пишем код Только правильным Рекомендованным способом Так вот Правильным способом Расширять можно Только то Что заранее регламентировано И Scan Регламентирует Такие вот точки Расширения С помощью Штук Которые в нем Называются интерфейсы Интерфейсы Scan Это Весьма далекая штука От интерфейсов Которые существуют В каком-то ООП Весьма близкая Но все равно Отличия есть Во-первых Интерфейсы в Python Отсутствуют Нет такого понятия В Python Есть что-то похожее Внутри библиотеки ABC Которая представляет Абстрактные базовые классы Но Опять-таки Это не совсем интерфейсы Это да Это скорее всего Абстрактный класс Но Неким образом Существуют Разные библиотеки Которые похожие идеи Приносят в Python Так вот В силу того Что в Python Интерфейсов нет Синдексы С которой существуют В других языках Либо синдексы Которые можно было Обожидать Что-то типа XXS plugin Implements Что-то там Такого здесь нет Синдексис Полностью Python Ничего что нельзя Написать на Python Нельзя написать И в скане Так вот Чтобы сказать Скану Что ты Возвращаемся назад В скане Есть какие-то Регламентированные Точки расширения И если ты хочешь Изменить поведение Скана Тебе нужно найти Что именно ты хочешь Расширить Какой именно Интерфейс Ты хочешь имплементировать Реализовать И реализовать Этот интерфейс Реализация интерфейса Стоит из двух частей Во-первых Ты говоришь Что твой класс Этот интерфейс Реализует С помощью Следующей конструкции Ты вызываешь Функцию Implements Из библиотеки Plugins Которую мы здесь Импортируем Plugins Implements Раз И во-вторых В эту функцию Ты передаешь Интерфейс Который ты хочешь Реализовать То есть В зависимости Еще раз В зависимости От того Какой интерфейс Ты реализуешь Ты повлияешь На тот Либо иной Аспект работы Скана Поэтому важно Знать Какие есть интерфейсы И как их правильно Реализовать Так вот Мы сейчас Хотим реализовать Интерфейс Ну я не знаю Интерфейс iBlueprint Все интерфейсы Можно импортировать Оттуда же Из библиотеки Plugins Implementим Plugins iBlueprint Вот как-то так Вот как Это первая Из двух частей Еще раз Чтобы расширить Скан Нужно выполнить Два условия Первый слой Выполнено Мы сказали Что мы имплементим Интерфейс Заметь Здесь у нас Была похожа штука Только скан Имплементил iConfigure То есть сканнекс Твой по дефолту Имплементил Вторая часть Тебе нужно Создать Реализовать Этот интерфейс Создать Все методы Которые Предусмотрены Этим интерфейсом Каждый интерфейс Требует Чтобы внутри Твоего класса Плагина Появлялись Какие-то методы С каким-то Специфическим Названием Названием Вот этот интерфейс iConfigure Требует Чтобы внутри Твоего класса Был метод UpdateConfig Что будет Если ты этого Не сделаешь Если ты просто скажешь Что ты имплементишь iBlueprint Сохраняем И смотрим На консоль Сервер Перезагружается Ничего не произошло Хороший пример Затем Другой пример RiDatasetForm Сохраняем Смотрим на сервер Сервер Перезагружается Ошибка Так вот Вот два стандартных Исхода Которые у тебя Может быть Первый исход Некоторые интерфейсы Обычно Это интерфейсы Как сказать Свежие Новые Которые были Даваны Не так давно Они более Лояльны К разработчикам Если ты их Не реализуешь Scan делает вид Что этого Расширения нет То есть Scan игнорирует Твой плагин В этой ситуации Как в iBluePrint Вот Второй вариант Это более старые интерфейсы Они обычно были Более агрессивны Если ты не реализуешь Метод Который им требуется Scan вылетает С ошибкой И невозможно Запустить скан Пока ты ошибки Не пофиксишь Поэтому в идеале Конечно лучше Всегда реализовать Интерфейс А не проверять его Как скан себя поведет Потому что Нет гарантии Что в будущем Поведение останется Именно такое Таким Единственный Стабильный вариант Реализовать методы Которые требуются Интерфейс Если ты этого не сделал Scan не гарантирует Что случится Вот как-то так Нужно знать Какие есть методы Какие методы Требуются Каким интерфейсом Чтобы это узнать Есть два варианта Во-первых Документация Как обычно DocScan.org Где можно найти Эту инфу Идешь в секцию Extending Guide Потому что Мы расширяем скан И здесь Прямо здесь В сайтбаре Скролишь И находишь Плагин Интерфейс Reference Вот список Всех интерфейсов Которые у тебя есть И здесь же Есть список методов Которые им требуются Например Интерфейсу Item and Object Modification Требуется два метода Notify Notify After Commit Ищем наш iBlueprint Вот наш iBlueprint Вот что ему требуется Ему требуется Один метод GetBlueprint И здесь Описано Что он должен делать Он должен изучать Либо один Единственный FlaskBlueprint Либо список Из FlaskBlueprint Окей Не проблема Сейчас мы это сделаем Создаем метод GetBlueprint Заметь Одну особенность Здесь этот метод Написан как Метод Не принимающий Аргументов Скан дает тебе в сказке Сколько аргументов Каждый метод должен принимать Потому что скан Этот метод будет вызывать И будет что-то передавать В этот метод Хоть здесь И во всех других методах Написан Ну допустим Здесь написан Метод без аргументов Здесь метод Как с одним аргументом Каждый метод На самом деле Принимает еще один аргумент Self Потому что это метод Внутри класса Поэтому self Будет Ты можешь пометить Этот метод Как статический метод Тогда Можно self не передавать Но это лишний код Который Не знаю В скане так сложилось В скане принято Реализовать все как методы Объекта И передавать self То есть К каждой вот этой подсказке Например Здесь будет сначала self Потом dot set object Здесь будет сначала self Потом схема Здесь будет просто self И так далее Не забывай Передавать везде self Если этот метод Реализуется Внутри Плагина Затем Что должен сделать Этот гад Либо вернуть Как написано в документации Либо вернуть Один единственный Блупринт Либо вернуть Массив Блупринтов И так далее Тот вариант Который тебе больше понравится Тут и делай Чаще всего Я Всегда Да и многие другие люди Возвращают массив Даже если у тебя Всего один блупринт Все равно Не массив А список Сорян Всегда возвращают список Состоящий из этого Единственного блупринта Чтобы в будущем Если ты захочешь Добавить блупринты Можно было их добавить Почему так делается Ну потому что Не знаю Потому что потому Так делается На самом деле Внутри себя Скан проверяет Скан пишет Какой-то такой код Блупринт Равен Какой-нибудь плагин Get Блупринт Скан вызывает Некий метод Нашего плагина До этого он создает Наш плагин Плагин Равен XXX Плагин Как-то так После чего Скан проверяет Если Не Из Инстанс Блупринт Лист Скан Заворачивает Выходит Мы вернули Один диск на Блупринт Скан пишет Что Блупринт Это на самом деле Список Из того Что мы вернули То есть Если ты вернешь Список Ты всего лишь Сократишь Немного Работу Скана Список Там будет В любой ситуации Возвращать Один единственный Блупринт Либо нет Решать тебе Есть То есть Наша сдача Создать Блупринт И вернуть его Сказано Сделано Создим Блупринт Где-то отдельно Назовем его Просто XXX Почему бы нет Создим Блупринт XXX И вернем его Из фласки Импортируем Блупринт Создаем Блупринт XXX Равен Блупринт XXX Возможно Ты помнишь Я очень кратко Рассказывал Про Блупринты Как раз Ради того Чтобы Вот здесь К ним вернуться Блупринт Это способ Во фласке Организовать Собрать Инкапсулировать Несколько Роутов И какой-то Связанный Функционал В один Кусок Кода Для того Чтобы Весь этот Кусок Кода Можно было Разом Включить Либо Выключить Как раз Идеальный Кандидат Для Скана В скане Есть плагин Который Реализует Какие-то Страницы Если Плагин Отключается Все эти Страницы Отключаются Поэтому Использовать Блупринты Очень Удобно В скане Можно было бы И отдельно В теории Даже не только Можно было бы По факту Ты можешь Регистрировать Просто URL Сами по себе Но в скане Принято Использовать Блупринты Потому что Они очень Хорошо Ложатся На идею Плагин Блупринт Кусок Функционала Плагин Кусок Функционала И затем С помощью Блупринта Мы создаем Роут Какой-нибудь XXX Роут Который Будет Доступен По адресу Hello Slash XXX И этим Роутом Который назовет Hello Который возвращает Hello XXX Весьма Предсказуемо Все Сделали Сохранили Перезагрузили Сервер А Включили сервер Потому что Я его в прошлый раз Не включил Фух Перешли в скан Скан по прежнему Работает Надеюсь Да Скан по прежнему Работает Переходим на наш Адрес Slash Hello Slash XXX И видим Нашу страницу Вот таким образом Ты можешь создавать Новые страницы в скане Если ты хочешь заменить Существующие страницы Просто укажи URL существующей страницы Например Slash Домашняя страница Не нравится тебе Как выглядит домашняя страница в скане Вперед Переопредели ее Ты можешь таким образом Как заменить Существующую страницу Так и создать новую Что именно произойдет Решать тебе Достаточно просто Дальше Правила Точно такие же Как во фласке С небольшими поправками Ты никогда ничего Не импортируешь из фласка Да есть исключения Из этого правила Но в основном Никогда ничего Наверное Блупринт Это единственная вещь Которую ты действительно Будешь импортировать часто Если ты создаешь блупринты Все остальное С фласка Никогда не импортируй Например Ни за что Не импортируй Из фласка URL for Request Session И так далее Ничего Абсолютно ничего Не импортируй Из фласка Потому что Скан использует Фласк Временно Не так давно Раньше скан использовал Что-то другое В будущем Скан может использовать Что-то третье Скан может Немножко расширять Функционал фласка Поэтому Импортировать что-то Из фласка Можно только Если ты 100% Знаешь Что это что-то Используется Прямо как есть Из фласка Например URL for В скане свой Скан берет Фласковский URL for И слегка его Кастомизирует Потому что В скане Есть несколько Специфических Задач С которыми Фласковский URL for Не справляется То же самое Реквест Скан берет Фласковский реквест И немного Его кастомизирует Поэтому Не надо Использовать Реквест Из фласка Откуда Используют Разные вещи Я еще покажу Но в целом За исключением Вот таких Маленьких деталей Некоторые вещи Импортируются Из фласка Основные идеи Те же самые Хочешь сделать Динамический URL Что-то типа Hello Slash name Пишешь hello В угловых скобках Название переменной И эту переменную Передаешь в свой Блупринт И вот здесь Пишешь Готовы Теперь будем Здороваться Уже с конкретным Человеком Hello Все Есть Решать только тебе Так вот Вот наш первый Экстеншн Он создает Новые страницы Единственное Что пока идет плохо Это рендеринг Так вот Писать HTML Вот здесь Неохота Тем более Мы с тобой Разобрались Что фласк Умеет рендерить С помощью джинджи Всякие шаблоны Раз скан Использует Фласк Знаешь Скан тоже Метод Делать Так вот Тут мы встречаемся С этой первой функцией Которую не стоит Импортировать Из фласка То есть во фласке Мы импортировали бы Какой нибудь там Рендер Темплейт В скане Мы так не делаем Нет В скане Мы делаем иначе В скане Мы используем Функцию TK Рендер Из скана То есть Toolkit Точка Рендер Вот ТК И вместо Рендер Темплейт Есть функция Рендер Во фласке Она называется Рендер Темплейт В скане Называется Просто Рендер Какое еще Отличие Фласковский Рендер Темплейт Принимает Первым аргументом Имя шаблона Вторым И так далее Именованными аргументами Название переменных Которые будут в шаблоне доступны В скане Первый аргумент Это имя шаблона Второй И все Только второй аргумент Это словарь С переменами Которые будут доступны В шаблоне Верхняя часть Как это мы написали бы во фласке Нижняя часть Как мы это пишем в скане То есть скан Предполагает только Два аргумента В этот рендер Если хочешь передавать Какие-то переменные Шаблон Пожалуйста Передавай их Вторым аргументом В виде словаря Не хочешь передавать Не передавай Решать тебе Но если передаешь Только словарем Как можно сделать Чтобы транслировать Это все в фласке Во фласке Ты тоже можешь передать Вторым аргументом Словарь И поставить Перед словарем Две звездочки Чтобы его распаковать В принципе Так больше похоже на скан Но и транслируется Заодно в фласковское поведение Ну это так Просто Как этот переход Реализуется в коде скана Есть Разобрались Второе отличие Существенное Где находятся шаблоны TK Render Помнишь во фласке Шаблоны находятся В папке Templates В корне твоего приложения Примерно то же самое Происходит в скане Смотри Откроем В соседней справа Откроем Исходный код скана Вот исходники скана Вот внутри скана Папка Скан Которая является По сути Приложением Веб Сайтом Скан И внутри нее Есть папка Templates Именно отсюда Берутся все шаблоны Например Хочешь зарендерить Я не знаю Какой нибудь Error document Документ Template Возьми Скопируй его имя И зарендер его В скане И верни результат Рендеринга Сказано Сделано Обновили Ждем пока он нам Товеренится Ну вот как-то так Вот похоже на Реальную страницу Скана Никакого текста В ней нет Но к этому Когда нибудь Мы еще пойдем Самое главное У нас что-то вышло Но можно догадаться Что этот вариант Не оптимальный Потому что Эти шаблоны Находятся внутри Сходного кода скана А нам Ни в коем случае Нельзя изменять Сходный код скана Мы не хотим Скан трогать Вообще никак Нам нужно Как-то расширить скан Возвращаемся К идее интерфейсов Если скан Разрешает Что-то тебе расширять Он это Дело позволяет Сделать с помощью Интерфейса Так вот Если тебе нужно Добавить папку С шаблонами Какую-то папку Templates То тебе это тоже Нужно делать С помощью интерфейса Здесь уже Не все так очевидно Но тут у тебя Есть подсказка Не существует Интерфейса Который позволит тебе Сказать что Шаблоны брать отсюда Нет Но в скане Есть конфигурационная Опция В скане Есть конфиги Во-первых В скане Есть конфиги Они доступны В tk.config Вот здесь tk.config Содержатся Все конфиги скана И в нуд Конфиге Это обычный словарь Который там Выглядит как Что-то там Например Здесь есть Ой я знаю Вместо того Чтобы возвращать Тк.render Давай вернем tk.config SQL.config SQL.config Это перемены Там что-то типа tk.config 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 tk.demplate path Типа Типа Экстра пути В которых Можно искать Шаблон То есть По умолчанию Скан Ищет у себя В папке Темплейт А extra template Path Это Список Внутри которого Содержатся Дополнительные пути Искать В этой папке Вот в этой папке Еще в какой-то Папке И так далее Так вот Если ты добавишь Туда Новую строку Которая содержит Путь к твоим Шаблонам То скан Сможет их искать Я не помню Как называется Этот конфиг В реальности Да нам и не нужно Потому что В скане Есть интерфейс Который Слегка Упрощает Эту задачу Именно он Уже у нас Был реализован Интерфейс Iconfigure Этот интерфейс Позволяет тебе Этот интерфейс Позволяет тебе Расширить конфигурацию Скана Опять таки Из названия Это можно Угадать Iconfigure Значит как влияет На конфигурацию Iblueprint Значит как-то Влияет на Блупринтер Правда Есть еще Интерфейс Iconfigurable Он тоже Iconfigurable Он тоже Влияет на конфигурацию Но слегка Иным образом Его мы трогать Не будем Может когда-нибудь В будущем Но сейчас нет Нам нужен Iconfigurable И этот интерфейс Требует Чтобы ты реализовал Два метода Но на самом деле Достаточно Только одного Я тебе говорил Что это плохая идея Но в этот раз Мы пойдем Плохим путем Мы реализуем Только один из методов Который здесь необходим А именно UpdateConfig Он уже реализован Тут кстати В том примере Который был сгенерирован Этот интерфейс Реализован Так вот Этот интерфейс Принимает один Ну не считая Self Я буду всегда Self-игнорировать Сейчас Self Так вот Ой я знаю Что я делаю Флайн Чтоб не подсвечивал Он мне ничего Так вот Кроме Self-а Который я буду Игнорировать Всегда Он принимает Один единственный Аргумент Config Этот конфиг Это и есть Тот самый TK Config Почему Зачем тогда Этот конфиг Передается Внутрь этого Метода Да просто потому Что задача Этого метода Расширить конфигурацию Чтобы это подчеркнуть Тебе говорят Не трогай toolkit Toolkit тебе нужен Когда ты хочешь Уже Слегка Проявить фантазию Попрограммировать Когда например Как метод GetBullPrint Он ничего не принимает В аргументах Потому что предполагается Что тебе особо Ничего не нужно Ты просто должен Вернуть массив Но в случае Update конфига Ты будешь Обновлять конфигурацию Чтобы обновлять Что-то Тебе это что-то Нужно Так вот Ты можешь Либо использовать TK config Либо более верный Идеологический способ Использовать Вот эту переменную Конфиг Которая передается Здесь Что мы с ней Сделаем Мы берем И обновляем ее Либо напрямую Прописывать Здесь Вот этот самый Который я не помню Конфиг ExtraTemplatePath Кстати Заметь Переменная Конфиг С нижним Подчеркиванием В конце Так вот Ты можешь Либо прописать Явную конфигурацию Либо воспользоваться Одним из методов Toolkit Который тебе Упрощает жизнь А именно Toolkit AddTemplateDirectory Вот этот метод Как раз таки Говорит скану Что Эй Чувак Там где-то Появляются новые Шаблоны Внутри Этого метода Как раз таки Происходит Вот то самое Конфиг Что-то там Extra Template Pass Append Какой-то там Путь Именно поэтому Сигнатура Аргументы Этого метода Такие Как ты сейчас Увидишь Во-первых В этот метод Передается Сам объект Конфиг Во-вторых В этот метод Передается Путь Либо абсолютный Либо относительный Относительно Текущего плагина К папке Где лежат Твои шаблоны Заметь Открываю Код своего плагина Здесь у меня Кроме Пайлика Плагин.py Есть уже Папка Templates То есть скан Предполагает Что ты будешь Создавать какие-то Шаблоны В ней пока Ничего нет Но скан Создает папку За тебя И поэтому Мы у себя В этот Темплейт директории Вторым аргументом Пишем Templates Относительный Путь к этой Папке Ты мог бы Прописать Абсолютный Путь То есть у меня Это Home Сергей Project Scan SRC ScanExt Я думаю Ты видишь Почему мы Не хотим Писать Абсолютный Путь Плюс на разных Компьютерах Этот путь Будет Отключаться Поэтому Мы используем Относительный Путь И как раз Эта строка Уже была В этом методе Тут еще Были две строки Toolkit Public Directory Toolkit Adresource Но к ним Мы вернемся Попозже Не сегодня Пока что нам Достаточно Папки Templates Вот мы Пришли к тому Что здесь Было написано Частично Таким образом Мы говорим Скану Что Если кто-то Пытается Рендерить Шаблон В первую очередь Проверить Есть ли этот Шаблон Вот здесь В папке Templates Которую мы указали Во вторую очередь Если в этой Папке Шаблона нет Поискать шаблон Внутри шаблонов Скана То есть Твоя папка Не становится Единственным Источником шаблонов Нет Она добавляется Поэтому здесь Используется слово Add Не какой-нибудь Set Установить Заменить А именно Add К существующему Списку Добавить Еще один Элемент Твоя папка Будет иметь Больше приоритет То есть Она добавляется В начало списка Но прежнем Она не заменяет Список Она его лишь Дополняет Сейчас Да Так Семни Toolkit Атк Сейчас Add Template Directory Где этот метод Сейчас Я просто найду Код этого Метода Да Вот что Этот метод делает Не обращая Внимание На детали Где-то здесь В конце Config Config War Как раз Таки Вот в этой строке Подходит Проходит Добавление Твоего Пути В этот список Как видишь Scan Производит Разворачивание Твоего Относительного Пути В абсолютный Путь И потом Этот абсолютный Путь Уже Добавляется В конфиг Ну Это детали Реализации Пока Они тебя Мало Должны Интересовать Так вот У нас есть Пабка Templates Из нее Будет браться Шаблон То есть Если раньше Когда я писал Какой-нибудь Рендер Page HTML Без этой строки Page HTML Будет искаться Внутри Scan С этой строкой Сначала Page HTML Будет искаться У меня В шаблоне У меня В extension В пабке Templates Потом Если не нашлось У меня В extension Только тогда Будет искаться Внутри Scan Пытаемся Зарендер Какую-то страницу Например Render Hello HTML Создаем Этот шаблон Здесь пишем Что угодно Обновляем Страницу Запуск Run Обновляем Страницу Вот Готово В общих чертах Еще раз Это практически Тот же Тот же самый Flask Но слегка С добавками Скана Например Что например 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 Создадим Какую-то форму В которой Есть Input Name Равен Name И Submit Так вот Создали форму В которой Есть поле Name Когда мы Отправляем Эту форму Хочу Чтобы снизу Было написано Привет Сергей Либо здесь Вот Здесь и напишем Проверяем Если Глобальная перемена Request Arx Name Если такая перемена Существует То мы пишем Hello Name Чистая джинджа Иначе Пишем просто Hello Обновляем Так я где-то Обчал Попался Request Arx Так Hello Просто Есть А имя Не выводится Почему Не выводится Имя А Потому что Request Arx Вот как-то так Пишем здесь Что-то другое И вот Что-то другое То есть Flask На самом деле Не совсем Здесь есть Небольшие поправки От скана Но эти поправки Тоже являются магией Все что делает Скан С Flask Ты мог бы Сделать сам Это где-то Реализовано Например Скан во Flask Добавляет Несколько дополнительных Глобальных перемен Кроме того Что во Flask Были Request Раз Во-вторых Переменная G Которая Используется Для работы Со всеми Глобальными Переменами Так вот Скан Добавляет Еще сюда Переменную H H от слова Helpers Helper И в Sky Называются Помогательные Функции Для шаблонов Что-то Типа Фильтров Во Flask Так вот И в этом H содержится Несколько сотен Наверное Функций Которые нужны Для удобной Работы Со временем Например Что-то типа H Render DateTime Требует Передачи Туда Времени Например Не знаю 2021 20 11 Нет такого Месяца 02 11 Да Другое Дело И вот Эта штука Рендерит Мне Время Можно Добавить Сюда Какие-то Аргументы Типа With Hours Riding True И тогда Эта Дата Отрендерится Еще С временем Можно Вместо Этого Использовать Какое-то Вместо Рендер DateTime Написать Time Ago From Timestamp Я не помню Как называется Эта функция А, угадал Потому что Знаешь Когда имя Предсказуемое То легче угадать Я помню Что есть функция Которая приблизительно Рендерит Время Прошедшее С какого-то С какого-то Момента Так вот Функция называется TimeAgo From Timestamp Время Прошедшее Ладно Это достаточно Другой перевод Слово Но ладно Прошедшее С Timestamp То есть Время В секундах Короче С какого-то Момента Времени И передаемся До даты И видим Что с того момента Прошло Два месяца Сегодня у нас 26 Особие По моему Календарю Апреля Поэтому 0.4.26.12.00 Так Он не умеет Понял Да Спасибо Да Эта штука Достаточно Прикольно Тебе Выдает Время Спрошедшее С какого-то Времени Можешь даже Попробовать Переключить Локаль И он тебе Напишет На другом Языке Вот Что Переключить Язык Кстати Добавляешь Первым фрагментом Сразу после URL Перед Перед Всем URL Сразу после Имени Хаста Слэш Имя Языка Допустим Слэш Какой-нибудь Не знаю Для немецкого И так далее Так вот Как я говорил Переводы в скане Есть И тебе даже В твоем экстеншне Все настроено Для того Чтобы с переводами Было легче работать В общем Это будет выглядеть Следующим образом Слово Hello Скорее всего В скане Не приведено Но в скане Наверняка Переведено Слово Dataset Чтобы перевести Какое-то слово Мы до этого Дойдем Мы об этом Еще поговорим Но в целом Вместо того Чтобы писать Просто Dataset Тебе нужно Будет Это слово Либо целую фразу Завернуть Вызов функции Нижнее подчеркивание Да Вот такое странное Название функции Нижнее подчеркивание Вызываешь эту функцию Передаешь туда Это кстати Одна из функций Которая предоставляется Сканом На самом деле Не совсем сканом Но пока что Можешь считать Что скан И скан Пытается тебе перевести Это слово Либо целую фразу На какой-то Другой язык Опять-таки На немецкий На русский Скан не пользуется Одна букву лишняя Скан не пользуется Никакими Гонстрасслайпами В скане есть Статические переводы Которые Существуют Благодаря комьюнити На кучу разных языков Если ты Перейдешь на Несуществующую страницу Вот этот Селектор языков Внизу Показывает все языки Которые доступны В скане Все это доступно Благодаря Опенсорсу Благодаря поддержке Народа Еще раз Потому что скан В какой-то мере Популяр Поэтому Если ты напишешь Какое-то случайное слово Типа того же Hello Перевода ты не увидишь Если скан Не знает перевода Этого слова То ты увидишь Оригинальное слово И предоставить перевод Для этого слова Уже твоя задача Ты сам напишешь Переводные языки Которые тебе интересны Допустим У нас есть Портал для Саудовской Аравии Там мы переводим Весь кастомный текст Еще на аравский Точнее Клиент нам переводит Он нанимает переводчиков Либо у нас есть Портал для каких-то Французов Соответственно Там еще все дублируется И на французский Что-то типа такого Так вот Это касается Приводов То есть Есть в скане Несколько Своих глобальных элементов Вот это Х Которая является Библиотекой функций Объекта Внутри которых На самом деле Словарем Внутри которых Очень-очень-очень Много функций Кстати Этот Х Доступен из Toolkit Если ты хочешь У себя в шаблоне Это вызвать Пишешь ТК.Х Точка Вызов этой функции То есть Вот этот код Я мог бы вполне Написать У себя В ходе На питоне Просто добавив Перед этим H Еще и Toolkit Готово И вот тебе Та же самая строка Но возвращенная Сразу Из Toolkit Вот Например Привод Если ты хочешь Использовать функцию Привода Опять-таки В Toolkit Есть эта функция ТК.Нижнее подчеркивание Dataset И вот Навернулся Dataset Приведенный на русский язык Очень важно Это работает Это не Такое строгое правило Все что доступно В Tablet Доступно в Toolkit И наоборот Нет Часть переменных Которые есть в Template Есть в Toolkit Например В Toolkit Есть вот этот объект H Есть нижнее подчеркивание И в Toolkit Есть объект Request Если тебе нужны данные Request Ты можешь получить Использь Toolkit А Все остальное А еще В Toolkit Есть переменная G Глобальные переменные И оно уже есть Вот здесь В шаблонах G Глобальные переменные Как им пользуется Просто пишет TK G XXX Равно 1 XXX Равно 1 Сейчас Сверну Red Да Но зачастую Если их использовать Неправильно Они зло И как ни странно Использовать их неправильно Гораздо проще Чем использовать правильно Чтобы не париться Пока ты не уверен Правильно ли ты их используешь Не используй их Когда ты точно знаешь Что тебе нужна именно глобальная перемена Не потому что ты не можешь этого сделать иначе А потому что это правильно Тогда используй глобальные перемены Это более правильный вариант Но тем не менее глобальные перемены у нас существуют В остальном в Toolkit еще полно всего В Toolkit несколько десятков функций Но все остальные большинство основных функций В шаблонах недоступны Например, вот это Toolkit Эта функция недоступна внутри шаблона Потому что тупо внутри шаблона Вызывать функцию, которая добавит еще больше шаблонов Нет, это не так работает Тем более, эта функция добавляет Не рендерить шаблон, не добавить шаблон в шаблон Эта функция просто скажет скану Слышь, чувак, в будущем Если вдруг будешь искать шаблон И поихчи их еще где-то там Нет Единственные функции, которые доступны внутри шаблона Функции, которые каким-либо образом могут что-то вывести на экран Если функция влияет на конфигурацию Если функция не связана с выводом чего-то С генерацией контента для пользователя Эта функция в шаблонах недоступна В то время как в Toolkit Доступны функции, которые тебе скорее всего понадобятся Пока ты будешь работать с расширениями Как это так? Так что это все шаблоны и Toolkit Это разные вещи Просто иногда они соприкасаются Есть Вот шаблоны Что важного? Что кроме вот этих вот Некоторых специфичных переменных сканки? А! URL for Если тебе нужно сгенерировать URL на какую-то страницу Ты не используешь фласковский URL for Опять-таки, как я говорил Нет, никогда, никогда, никогда Вместо этого ты используешь HURL for И чтобы сгенерировать URL на какую-то страницу Например, на текущую Ты передаешь сюда аргумент Название в скане Все URL создаются с помощью блупринта Поэтому все URL выглядят одинаково Название блупринта Точка названия Название Эндпоинта Функции, которые его генерируют В моем случае Название блупринта Это xxx Название функции hello И эта функция принимает Обязательный аргумент name Поэтому xxx.hello В строке опишем Потом передаем обновленный аргумент Name равно Сергей И вот так мы генерируем ссылку на эту страницу Не было бы здесь Обязательного аргумента name Я бы его не передавал И вот здесь Обновляем Вот URL URL с учетом текущей локали Заметь Если я отключу локаль Либо поменяю на какую-то другую То она исчезнет из URL Так Это есть Если хочешь генерировать ссылку на какую-то Существующую страницу скана Тебе нужно знать Как она называется Например Страница поиска Вот та вот На которой ищутся все датасеты Она генерируется с помощью Блупринта датасет И называется search Домашняя страница Генерируется с помощью Блупринта home И называется index В то время как Страница about Генерируется с помощью Блупринта home И называется about Как-то так То есть Страниц много Увы Их название нужно Либо узнать Либо искать в коде Но это не так-то сложно Я потом как-нибудь покажу Где и куда искать Тем более ссылки Тебе не так уж часто Наверное Придется генерировать Есть С ссылками разобрались Что важно Что другое Предоставляет скан Наверное Самое сложное Это расширение шаблона В Jinja Чтобы расширить какой-то шаблон Чтобы получить Все стили какого-то шаблона Ты будешь использовать Директиву Extends То есть Extends И затем Путь к шаблону Учитывая Что путь к шаблону У меня в текущей директории Только hello html Но несмотря на это Не забывай У меня есть целый скан С шаблонами И когда Скан не находит Шаблона В папке моего Экстеншена Скан будет искать Шаблоны у себя Поэтому я могу Взять и расширить Какой-то шаблон Которого у меня нет Например Если он есть в скане Я могу его расширить Например Шаблон page html Он есть в скане Берем Расширяем Получаем базовую страницу Скана Хотим заполнить Его каким-то контентом Открываем Исходники скана Сейчас Scan Scan Templates Открываем папку скана Ищем здесь page html И смотрим Какие здесь есть блоки Блоков здесь Хоть жопа 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 Нас интересует блок Меня интересует блок Primary Вот он Вот этот блок Primary Он как раз таки отвечает За вот эту секцию И в нем мы что-то можем написать Либо в самом блоке Primary Либо внутри блока Primary Content Либо внутри блока Page Header И так далее И так далее Primary Content Inner Вот например Primary Content Inner Мне более чем подходит Взяли Расширили page html Написали здесь что-то Hello World И также нашли блок Secondary Вот он Secondary Content Выше И написали что-то Внутри него Готово Обновили страницу И вот у нас есть Какой-то Hello World Есть Site Bar Можем стилить Самая главная информация Появляется в нужных местах Прекрасно Особо не сложно Нужно знать Конечно верстку Но за исключением этого Создавая страницы Наполнять их контентом Легко Нужно только найти шаблон Который тебе нужно Расширить И все будет прекрасно Но есть одна особенность Page html Самый безопасный шаблон В скане Это базовый шаблон Для всех страниц Если нужно создать Какой-то контент Независимый Расширяй page html Если же ты хочешь Расширить Более специфический функционал Ты можешь найти Более специфический шаблон Например Страница поиска датасетов Как искать конкретный шаблон Конкретные страницы Я расскажу потом Но в принципе сейчас Можешь Забегая немного наперед Один из вариантов Использовать Flag debug toolbar И здесь найти секцию Templates И здесь будет написано Какие шаблоны Мы рендерим Во-первых Snippets home Breadcrum Snippets Facet list Еще какие-то сниппеты Сниппеты в скане Так называют Маленькие шаблоны Которые отвечают Не за всю страницу А за маленький ее фрагмент Например Сниппет Facet list Отвечает Сейчас покажу За вот этот сайдбар За список Вот этих вот фасетов Сниппет Breadcrum Отвечает За Breadcrum За вот эту строку Навигации Так Фасет листа У нас много Не обращаем Ни внимания Идем Конец Сразу Вот И в самом низу У нас Package Search HTML Именно этот Темплейт Этот шаблон Отвечает за Рендеринг всей страницы Находим его в скане В скане Ищем папку В корне Templates Ищем папку Package Вот она И внутри нее Находим Search HTML Вот она Открываем И вот Видим Что этот шаблон Тоже наследует Пейджа HTML Но внутри него Написана Куча кода Мы можем взять И наивно Попытаться Наследовать Этот шаблон Package Search HTML Ничего Не переопределяю Пока что И скорее всего Мы получим ошибку Потому что этот шаблон Не та страница Скорее всего Мы получим ошибку Потому что этот шаблон Предполагает наличие Каких-то переменных И у нас Их нет Вот в чем проблема То есть Этот шаблон Показывает контент Чтобы контент Показывать Нужен сам контент Нужны переменные Вот почему Мы получаем ошибку Этих переменных нет Мы либо можем Вручную Создать все эти переменные Что-то типа Не знаю Сделать Set Dataset Type Равен Dataset Тебе еще нужно угадать Что в какой переменной Должно храниться Видишь Уже меньше Set Page Равен Я не знаю Чему равен Page Какой-то Dict Не Не так не работает Но Идею ты понял В общем нужно догадаться Где что хранится И вот Мы уже Заперлись Packaging packages Set Ну Лень Поэтому Просто Рандомно Наскать в какой-то Темплейт Плохая идея Но Ты можешь Посмотреть Его контент Можешь даже Скопировать Весь контент И Вставить В свою Страницу Поудаляв То что тебя Не интересует Например Subtitle Не знаю что такое Меня это интересует Не интересует Допустим Вот этот вот Breadcam Breadcam Мне нравится Не знаю что такое Но мне он точно нравится Page Primary Reaction Не знаю что такое В сраку Блок Форм Тем более В сраку Все И этот Pagination Тоже мне не нравится Короче Как видишь Мне все не нравится Ну Что то мы Доставим Хотя бы Маленький кусочек Да Вот что мы Оставим И уже Благодаря этому В зависимости От того Это то что Тебя интересовало А Dataset type Еще где то нужен Set Dataset Type Равен Dataset Вот так Возможно Это то что Тебя интересовало Возможно Нет Но заметь У нас уже Страница стала Слегка Чуть более Похожа на эту Например Появился Этот Broadcrum Он Появился Благодаря Вот этому Конкретному Блоку Вот Ты можешь Написать Здесь что то Другое И получить Во вторых Еще раз Если я Верну Наследование Пэйджа Штаймель И удалю Это все Открою В соседней Вкладке Ту же Самую Страницу Смотри Здесь на этой Странице Есть вот Эта серая Полоса Сверх Какая Не знаю Что она Делает Здесь Этой серой Полосы Нет Опять Профит Определенно Какие то Бонусы Есть Но Все равно Нужно Быть аккуратным С Наследованием В целом Наследоваться Нужно Точно Знает Самый безопасный Вариант Наследуйся От пейдж И в теории Она тебе Никогда Не выдаст Ошибки Да Тебе придется Писать Много Блоков Но Со временем В какой-то Мент Ты потратишь Кучу Времени Находясь Внутри Вот этого Пэджа Штаймель Шаблона Но Ты будешь Знать Уже Основные Блоки Когда тебе Понадится Запихнуть Контент Куда-то Ты будешь Точно Знать Куда Это сделать А И еще Один Момент Удаляем Hello HTML Другая Ситуация Мы Посоздавали Новую Страницу Но Я сказал Что Таким Образом Можно Переоплиять Существующие Страницы А именно Ты можешь Создать Шаблон Какой-нибудь Роут Доступный По адресу Slash About И с помощью Этого Роута Возвращать Какой-то Давай вернем About HTML Почему бы Нет Чтобы Название Шаблона Хоть как-то Отважало Суть Происходящего Создаем Этот About HTML И внутри Него Делаем Тоже GT Extends Extends Page HTML Вот мы Переоплилили Страницу About Сам Name Удалить Переоплиляем 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 Далее Уродская Страница About Для начала Я хотел бы Получить Весь контент Который На ней Был Раньше И после Этого Начать С ней Работать Что мы Делаем По Наитию Пишем Extends About HTML А лучше Проверяем Есть ли Такой Шаблон В Скане Идем Scan Ищем About Нет Такой Страницы Даю Подсказку About Я тебе уже Довал Подсказку Страница About Рендерится С помощью Blueprint Home Поэтому На всякий случай Заглядываем В папочку Home И здесь Находим Шаблон About Нам нужно Следовать Home Слэш About Делаем Так И Попадаем В засаду Вот У нас Есть Страница Но Смотри Мы Только Что Наследовали Шаблон Который Называется Точно Так же Как Наш Шаблон Есть Небольшая Райница Мой Шаблон Находится В корне Файловой Систем В корне Папки Templates В то время Как шаблон Внутри Скана Находится Внутри Папки Home А что Если бы Мы решили Воспроизвести Структуру Скана И тоже Создали бы Папку Home Либо Мы решили Переплить Пейдж HTML Который Находится На верхнем Уровне И мы У себя Тоже Создали бы Пейдж HTML На верхнем Уровне Короче Что было бы Если бы Название Шаблона У нас Совпадало бы С названием Шаблона В скане То есть Я перемещаю About Папку Home Вот он Здесь Находится И говорю Что мне Нужно Рендерить Как и прежде В наш Экстеншн Благодаря Вот этой Вот строке Благодаря Тому что Мы сказали Что у нас В экстеншн Есть Темплейты Ищется В первую очередь На наличии Шаблонов То есть Скан Находит Этот Home HTML У нас В экстеншн Но Когда Наш Экстеншн Говорит Что он Наследует Home About HTML Скан В первую Очередь Ищет У нас В экстеншн Этот же Шаблон И Находят Вот И снова Находят И снова Находят И снова Находят И мы попадаем В рекурсию То есть Мы не можем Взять И наследоваться От шаблона Чье имя Путь к которому Полностью совпадает С нашим шаблоном Что мы можем сделать Либо как-то Кастомно Назвать шаблон Например Не about А my about xxx about Либо размещать его В другой папке То есть Нам придется Всегда Слить за именованием И это Усложняет Понимание Благодаря тому Что имена Будут отличаться От оригинальных Не становится Очевидным Что мы Перепляем Какую-то страницу Коется Что мы Не перепляем Ее Как раз таки Наоборот Мы создаем Новую Но нет Мы хотим Переплить страницу Во-вторых Да Во-вторых Не нужно Это усложняет Структуру Поэтому Хотелось бы Использовать То же самое Имя Но нельзя По весьма Здравым причинам Что предлагает Scan Scan Расширяет Джинджу Создавая Новый тег Наряду с Extents Когда тебе Нужно написать Extents В котором Путь И имя Шаблона Точно такие же Как у твоего Шаблона Сейчас То есть Если ты Не просто Если ты Перепляешь Если бы Мой шаблон Назывался About Но лежал В корне Папки Templates Он бы не совпадал С Home Это был бы Другой шаблон Поэтому Это не было бы Применимо К нему Но так как Мой шаблон Лежит в папке Home Называется About Точно так же Как шаблон Внутри Scan Точно так же Как другой Существующим Шаблон Так вот В скане Есть специальный Тех Который позволяет Пропустив Текущий шаблон Искать Дальше То есть Унаследоваться От следующего Шаблона С таким же Именем Называется Директива Scan Extents Scan Нижнее подчеркивание Extents Это Джинджевский Тех Но он Специфичен Для скана Он создается Сканом Он существует Только в скане Вне скана У фласки Например Его нет Что можно Угадать По названию Так вот Именно в такой ситуации Когда ты Специально Создаешь Шаблон Который Полностью Реплицирует Структуру Директория Темплейтов В скане Шаблон Который Лежит В той же Папке Где лежит Оригинальный Шаблон Который Ты переплиешь Шаблон С таким же Именем В такой Ситуации Ты можешь Использовать Scan Extents Что это Тебе дает Это Заменяет Вот такую Строку Но не вызывает Рекорсти Это Берет Оригинальный Шаблон About HTML И полностью Копирует Его И вот Ты получаешь Тот же Самый Контент Хороший Вариант Но ты Должен Создать Файл С тем же Путем Который В скане Зачем Это Может Оказаться Нужным Окей Да Я понял Сложные Имена И все Такое Но Не сказать Что это Прям Такой Большой Игрыш Просто Добавь Малюсенький Префикс Типа Сет Слово Custom Перед Именем Шаблона Я бы Уже Решил Эту Проблему Действительно Ли игра Стоит Свеч Да На самом Деле Действительно Стоит Потому Что Напомню Скан Благодаря Вот этой Вот строке В плагине У меня Будет Теперь Всегда Искать Шаблоны Сначала У нас В директории Смотри Без Моего Плагина Без Вот Этого Что там XXXXX В скане Я не Возвращал Блупринт XXX В этом Блупринте Регистрировать Никаких Роуд Смотри У меня Возвращается Блупринт Но он Считай Пустой В нем Нет Роуд Соответственно Страница About В скане Нативная Оригинальная Та Которая Использовалась Когда-то Верно Сейчас Увидим Его Да Верно Но Ведь скан Чтобы отрендерить Эту страницу Где-то В скане Написано Toolkit Render Home About HTML Раз Первое Утверждение Второе Утверждение Благодаря Тому Что Мы Оставили Вот Эти Строки В первую Очередь Скан Будет Искать Шаблон У нас В директории То есть Даже Без Определения Какого-то Адреса Который Заменяет Оригинальный Адрес About Даже Без Без Блупринтов Если Ты Просто Добавишь Template В Темплей Директоре Если Ты Добавишь Папку С Этого Уже Достаточно Чтобы Скан Начал Использовать Твой Темплей А не Оригинальный Например Если Ты Напишешь Scan Extends В этом About HTML Заметь About HTML У меня В расширении Внутри XXX Без Каких Либо Былупринтов Перехват URL Скан Использует Мой Шаблон Если Я Что-то Напишу Скан Использует Мой Шаблон Если Я Сделаю Scan Extends Скан По-прежнему Использует Мой Шаблон Но Мой Шаблон Говорит А ты Возьми Используй Оригинальный Контент Но Это Дает Нам Следующий Бонус Если Мы Пойдем В Scan Templates Home About И мы Посмотрим Какие Есть Блоки В этом About HTML Мы Можем Что-то Взять И Перепредить Например Даже Базовый Блок Subtitle Это Уже Что-то Здесь Напишем Не About А Hello Word Написали Блок Subtitle Отвечает Вот За Это Название Вкладки За Эту Часть Названия Вкладки Обновляем Страницу И Здесь Написано Hello Word Хотим Изменить Слегка Контент Добавить Перед Этим About Какую-то Горизонтальную Полосу И После Этого About Горизонтальную Полосу Берем Наследуем Блок Primary И Добавляем Здесь Две Горизонтальные Полосы Есть Их Плохо Видно Но Они Есть А Между Ними Вставляем Вызов Super Это Уже Джинджа Функционал Он Говорит О том Что А Теперь Вставь Сюда Оригинальный Контент Этого Блока Тот Контент Который Мы Наследовали Вот Он Таким Обзом Ты Можешь Модифицировать Контент Аналогично Если Тебе Не Нравится Как Выглядит Эта Страница Поиска Смотришь Не знаю Ты не хочешь Показывать Эту кнопку Датасет Никто Никогда Сейчас Эту кнопку Видит Только Сисадмин Или Пользовый Который Можешь Создавать Датасет Ты хочешь Чтобы Никто Никогда Эту кнопку Не видел Что Мы Делаем Находим В скане Тот Шаблон Который Отвечает За эту Страницу Мы Уже С тобой Находили Это Package Search HTML У себя В расширении Создаем Папку Package В нем Создаем В ней Создаем Search HTML Пишем Здесь Scan Extents Теперь Не забудь Нам нужно Перезагрузить Сервер Потому что Мы создали Новый файл Новый Файл Не следует Сканом Мы можем Попробовать Но скорее всего Не сработает Перезагрузили Сервер Страница Пока Работает Что Мне нравится Опять Вот эта Кнопка Открываем Оригинальный Search HTML И ищем Эту кнопку Add Dataset Add Что-то там Вот видим Сниппет Который называется Add Dataset Скорее всего Он и отвечает За эту кнопку По вернее Он и отвечает Находим Что он Обнаруживаем Что этот сниппет Находится Внутри блока Page Primary Action Берем Определяем Этот блок С пустым Контентом Обновляем Страницу И вот Эта кнопка Исчезла И так далее Если мы хотим Что-то поменять Либо хотим Добавить Новую Новую кнопку Пишем здесь Супер После чего Добавляем Какую-нибудь Другую кнопку Вот Какую Решать тебе Хочешь добавить Кнопку Не снизу А прямо Вот здесь Внутри этого элемента Внутри этой верстки Опять-таки Смотрим Эта кнопка На самом деле Конечная версия Кнопки Рендерится С помощью Вот этого Сниппет Мы тоже Сниппет Отойдем Но он Это на самом деле Файлик Add Датасет HTML Лежащий Папки Сниппетс Находим Эту папку Идем В Темплейт Находим Папку Сниппетс Находим Add Датасет Вот этот файл Создаем у себя Точно такой же Сейчас Секундочку Удалю Этот файл Здесь Создаем у себя Папку Сниппетс Внутри нее Создаем Add Датасет HTML Здесь Делаем Супер То есть Scan Extents Нет Scan Extents Делать бесполезно Потому что Здесь нет блоков Нам нечего расширять Окей Здесь Просто копируем Весь этот контент Обнаружим Что скорее всего Вот это и есть Кнопка для Добавления Датасета И берем Добавляем Такую же Кнопку Но К чертям Такую же Напишем Кнопку Сами Button Btn Btn Danger Готово Добавили Кнопку Сполна Которую Ничего не делать Но это уже На пище Прям Обновляем Страницу Фух Давай Обновляйся Эта кнопка уже стоит рядом Она уже больше похожа По стилям И так далее Мы можем переблить Абсолютно любой кусочек HTML Разными средствами Но основная идея Ты должен найти Файл Кусок верст Который ты хочешь Изменить Внутри шаблонов SCADA И создать у себя В расширении Точно такой же Файл С таким же именем Как его переплить Тут уже нужно знать Джинджи Поэтому я тебе Показывал ее документацию Поэтому я его Черчил Так тебе Рассказывал Про Джинджи Тут ее нужно знать Например Почему я скопировал Здесь контент Всего этого файла Потому что В этом файле нет блоков Если напишу SCAN EXTENS Контент этого файла Вставится мне в шаблон Верно Но я тебе объяснал Что если ты Наследуешь Джинджи Какой-то шаблон Писать новый контент Ты можешь только Внутри блоков Потому что иначе Джинджи не знает А куда вставить эту кнопку После всего контента Либо перед всем контентом Либо еще где-то Непонятно Поэтому Джинджи Просто будет Игнорировать все Чаще всего Если ты Наследуешь файл Ты будешь Немножечко Заглядывать В его контент И уже здесь Решать Как ты его будешь Наследовать Если в файле Нет блоков Наследовать его бесполезно Его можно только Полностью переписать Поэтому в большинстве Файлов Внутри SCAN Есть блоки Чтобы их можно было Просто приопределять Но существуют Некоторые особо старые файлы Типа этого В котором блоков нет Плюс этот файл Достаточно маленький Его не сложно скопировать И переписать полностью В большинстве же других Допустим тот же самый Фасет лист Он нам несколько раз встречался Тут есть блоки Блок Блок Блоков много Если присмотреться Вот Один Два Три Четыре блока Да Целых четыре блока Не так уж много Но уже хоть что-то Так вот Ты можешь Прибрать абсолютно Любой фрагмент Шаблонов SCAN И этого более чем Достаточно для начала Ты можешь создавать Новые страницы Ты можешь менять Текущую страницу Менять текущую страницу Можно либо А Заменяя их URL И с помощью Блупринта И возвращая что-то Принципиально новое Совершенно другой шаблон Совершенно другую логику Либо Если тебе нужно Поменять только верстку Тебе нужно Все перемены В шаблонах Всю логику Оставить то же самое И поменять только верстку Тогда ты Перепляешь шаблон Создаешь файл По тому же пути С тем же именем Но уже у себя В расширении Благо Важно Что все это У тебя работает Тебе отдается Благодаря твоему плагину Особенно благодаря Твоим интерфейсам Если бы не было Вот этих строк Если бы мы Не расширили конфигурацию И не добавили Дополнительную папку С шаблонами Это все не имело бы смысла Если ты закомментируешь Эту строку И просто сделаешь пустым Этот метод Все наши кастомизации Уйдут в никуда Все наши Не забудь перезагрузить сервер Типа Мы условно Как будто бы удалили Несколько файлов сейчас И все Ладно Я уже удалил все кастомизации Но теперь Все что мы сделали Для скана Исчезло Никаких полос Здесь сверху Снизу никакого Hello World Так вот Все это происходит Только благодаря Интерфейсам Если ты не Сказал что ты реализуешь И не реализовал Какой-либо интерфейс То у тебя никаких Модификаций в скане Не будет Поэтому чаще всего Мы модифицируем Скан Используя интерфейс Разумеется Код бывает и другой В скане Не только Интерфейсы Но Каким-то образом Все равно Этот код Включается в скан Благодаря интерфейсам Например Блупринты Мы почти никогда Не создаем блупринты Прямо вот здесь В этом файлике Плагин Файл плагин Нужен для определения Плагина Разделяй код Если тебе нужно Создать блупринты В скане рекомендуют Создать отдельный файл Либо даже папку С названием Views Упс Я создал папку Я лучше создам файл Вот раз Вот такой файл Views В скане блупринт Называется Views В фласке на самом деле Тоже Views Но не блупринт Короче Views Может блупринт Но как-то более популярный Views И внутри этого файла Уже создавая Блупринты From Flask Import Блупринт Если у тебя всего один Блупринт Создай файл Файл Views И в нем Определяй свой единственный Блупринт Если у тебя много Блупринтов Создай папку Views И в ней Для каждого Отдельного Блупринта Создай Отдельный Питоновский Модуль Вот Не знаю Xxx Равен Xxx Вот Создали Блупринт Здесь зарегистрирую При необходимости Здесь вернули Какой-то код После чего Пошли в свой Плагин Здесь реализовали Плагин Implements iBlueprint Добавили метод GetBlueprint Импортировали Отсюда Views From Import Views И вернули Views Xxx Готово Как-то так Так более правильно Чтобы не засырять Код своего плагина Лишним кодом Всегда разделяя Код по возможности Например Мы очень часто Даже вместо такого Потому что Блупринтов может быть много И зачем тебе знать Всю структуру этого Views Вместо этого Мы у себя Внутри Views Где там My Views Определяем Некий метод С названием GetBlueprints Который возвращает Массив всех Блупринтов Если в будущем Мы будем добавлять Новые Блупринты Мы будем закидывать Их вот сюда В этот метод После чего У себя From Views В плагине Мы импортируем Только метод GetBlueprints И вызываем Этот метод В методе GetBlueprint Вот так Готово Так еще лучше Потому что тогда В будущем При добавлении Новых Блупринтов Тебе не нужно будет Менять плагин Плагин остается Тем же Увеличить количество Блупринтов Меняй View Кстати один момент Почему эту штуку Мы называем GetBlueprints Потому что в скане В какой-то момент Сделали опечатку Вообще этот метод Стоило бы назвать GetBlueprints Кстати именно потому Что в начале Печатались Назвали его Блупринт И позволяют Возвращать Как один Блупринт Так и множество Вообще Правильно было бы Назвать его GetBlueprints И требовать Возвращать Всегда Massive Но тот Кто реализовал Этот интерфейс Отпечатался И мы в скане Очень редко Меняем что-то Что опубликовано В стабильном релизе Потому что люди Начинают писать Под это код И люди будут Недовольны И сход Престанет работать Поэтому оно не работает Но в будущем Мы столкнемся С кучей других методов Которые работают Именно со множественным числом Типа GetCommons Из интерфейса IClick GetAuthFunctions GetHelpers GetValidators GetActions В общем Все какие-то Get в скане Используют Множественное число GetBlueprint Единственный В своем роде Который используется Единственное число Но стоило бы ему Использовать множественное Поэтому для всех Этих штук Мы тоже используем Всякие GetCommons GetЧто-то там Но Для скана Мы Не знаю Как другие команды Но у нас принято Создавать функцию С названием GetBlueprints Которая всегда Возвращает Именно список Как-то так К этому нужно привык Может в будущем Это ими поменяется Но очень мало вероятно Скорее всего Так и останется С этим нужно смириться Но мы производим работу Которая в будущем Пока это Скорее всего Будет доступна В скане 3.0 Которая позволит Вместо Если у тебя Допустим Ты создаешь все По правилу Например Если ты создаешь Все blueprintы Внутри папки Views То вместо того Чтобы имплеметь Какой-то интерфейс И создавать Какой-то метод Мы добавим Возможность Написать Такую конструкцию Давай И автоматически Реализовать Интерфейс blueprint То есть Благодаря такой строке Сейчас это не работает Еще раз Пока это фич на рассмотрении Но в будущем Благодаря такой строке Скан автоматически Подумает Так Если человек знает Про эту строку Значит он все делает По правилам Значит у него есть Папка Views Там есть метод GetBlueprints Либо просто еще Каким-то образом Определенные blueprintы И в этом Этот метод GetBlueprints Возвращает все blueprintы Поэтому реализую-ка я Все интерфейсы за него И в будущем Некоторые простые интерфейсы Можно будет реализовать Таким способом Чтобы слегка упростить Себе задач Чтобы уменьшить импорты Уменьшить количество Имплементов Убрать все лишнее Вот Это прикольная фича Мне нравится Ладно, опять-таки Я за нее топлю Потому что я сам ее реализовал Потому что меня сдолбало Во всех плагинах Писать одно и то же Но Как-то так Есть Это все По поводу Расширения шаблонов Расширения веро Это была самая простая Часть И знаешь Мы не очень часто Создаем blueprint Чаще всего Все, что нам нужно сделать Можно сделать Без создания blueprint Но опять-таки Если нужно Затемизировать портал Блупринты не нужны Мы просто прилипаем Темплейты Поэтому Itemfigurer важен В то время Как iBlueprint Только когда нужны Кастомные страницы Очень часто Можно обойтись И без них Очень часто Нам нужно просто Втурить что-то В существующий интерфейс Например У нас есть портал Как раз Сейчас мы его разрабатываем В котором много Кастомщины уже Но Эта кастомщина Очень хорошо Вшита В существующих функционал Например Поиск по карте Это не отдельная страница Поиска по карте Это поиск Это расширение Существующей страницы Поиска Изменение Вот этих фасетов Вместо Старых фасетов Мы используем Вот этот Data language Язык Это опять-таки Расширение Существующей страницы Это не создание Отдельной страницы Затем На этом портале У нас есть возможность Голосовать за Data set Опять-таки Это не отдельная страница Рейтинга Это изменение Существующей шаблоны Добавление Нового виджета На него Поэтому нам Не нужен blueprint У нас есть функционал Комментирования И в конце концов В который раз Это не отдельная страница Этот функционал Вшит в страницу Data set Поэтому нам Не нужен отдельный blueprint Мы по-прежнему Можем координировать Всю эту логику В пределах Существующих шаблонов Да, нам нужно Каким-то образом Сохранять эти комментарии Удалять Отвечать на них Но по-прежнему Это не отдельная страница А значит Blueprint Скорее всего Не нужен То есть по факту Несмотря на то Что кажется Что blueprint Это очень полезное Наверное То что пишется в первую очередь Нет Очень часто В расширениях Blueprint Отсутствуют В большинстве случаев Я бы сказал Вот они нужны В крайне специфических ситуациях Когда пользователь Заказывает реально Отдельную страницу Но такое бывает Начается Потому что Scan уже предоставляет Ники функционал Весьма полезный Весьма богатый И многие хотят Остаться в пределах Этого функционала И добавить Маленькие вот такие Твики К функционалу И это как раз То чем мы занимаемся Поэтому Я начал с одного Из самых простых Самых полезных Интерфейсов Потому что он связан С темплейтами А с темплейтами Работать придется много Задач по изменению Шаблонов Не больше всего Но время Которое ты проводишь В HTML Почему-то Наибольшее В начале Люди просто не знают Как работать С HTML С SS Поэтому они тратят Тучу времени Потом Когда они освоят Все эти flexbox Margin Padding Position Анимацию Когда ты с этим Всем разобрался Просто обнаруживается Что для того Чтобы сделать дизайн Пиксель в пиксель Соответствующий Древним клиента Тоже требуется Просрать много времени Чтобы написать код На питоне Тебе нужно 15-20 минут Для сложной фичи час Чтобы написать тесты Под нее Ну еще пару часов И все Чтобы написать шаблон Чтобы слегка его подвинуть Чтобы сделать шаблон Не просто работающим Но одинаково работающим Как на десктопе Так и на мобильном интерфейсе Чтобы все Не съезжало Чтобы все оставалось На своих позициях Чтобы все влезало Вот это как раз таки Требует кучу времени Чтобы оно выглядело По-разному Опять-таки Какие-то дропдауны На мобильном В то время как Статически видимые Постоянно Пункты меню На большом экране Какие-нибудь Не знаю Выпадающие окна На списке В случае мобильного В то время как Абсолютно другой интерфейс Сейчас закроем Абсолютно другой интерфейс В случае большого экрана Вот Вот на это все Уходит туча времени Поэтому Знать шаблоны И поэтому Я на прошлый раз Тебе так много говорил HTML, CSS Очень важный Истрем То что Это не основной наш профиль Мы Программисты Знают эту штуку Хуже чем Программирование Чем свой язык Но Без них никуда Потому что Они жрут много времени Фух Все На сегодня Все Завтра Что завтра Что завтра А не знаю Что завтра Завтра И решим Что завтра Все Вопросы? Вроде бы Нет Опять Будем разбираться дальше Хорошо Если Опять Если с другими Практиками закончилось Если станет скучно Смотри Тебе отдавали уже Credential Ссылку на LastPass Приглашение присылали? Да Вот Смотри Если не залгинется Обязательно залгинется Потому что Она экспалится Через какой-то момент Найди Вот этот сайт Deweb.eser Если ты откроешь LastPass Вот здесь в поиске Просто в виде Yeser Вот он будет Если ты просто Попытай Ты можешь Вот здесь Шестеренку Не знаю Как тебе выглядит Она выглядит Либо так Либо вот так У тебя В зависимости от того Какой ты Это не принципиально Так вот Шестеренка позволяет Увидеть этот сайт Либо ты можешь Кликнуть Прямо по ссылке Launch И этот сайт Откроется Почему я показал Про шестеренку Дело в том Что ты можешь Запомнить этот URL И в будущем Попытаться на него Перейти Тебя спросят А какой пароль От этого портала Кто-то отключил Уже пароль Но в будущем Ты будешь Надо встречать Что Порталы запаролены Вот таким образом Чтобы узнать пароль Обычно нужно найти Этот портал В Allspas И найти его запись С суффиксом HTTP Это HTTP Авторизация И вот здесь Как раз таки Будет этот Логин и пароль В случае Если ты нажмешь Launch Allspas За тебя автоматически Ведет этот логин и пароль Поэтому нажав Launch Ты не увидишь Что нужно Выйдить этот пароль Но в будущем Когда ты откроешь Этот портал По прямой ссылке Ты столкнешься С этой фигней Так вот В случае Если этот портал Состоит из двух частей Часть на Drupal На PHP Часть на скане Часть для скана Как и на большинстве Других наших порталов Если есть две части Доступна под суффиком Slash Data Ну либо вот здесь Есть Slash Data Set Ссылка Щелкаешь по ней И переходишь на скан Часть Это уже другой сайт На самом деле Так вот Для эксперимента Можешь попытаться Воспроизвести Вот этот дизайн Максимально подобным образом Не начиная прям С точного позиционирования Начни с того Что в скане Другой дизайн меню Смотри А кстати Чтобы залогиниться Здесь будет где-то Кнопка логин Я уже залогинин Тоже в Lost Pass Ищи Креденшалы Скорее всего Через скан У тебя залогиниться Не получится Тебе нужно будет Логиниться через Drupal Не знаю Проверишь Либо те Либо другие Попробуй Тут уже придешь Щелкнуть по шестеренке И посмотреть порой Вот этот глазик Его откроет Так Смотри Даже по базовым задачам Здесь у нас кнопки профайла Сверху На самом верхнем уровне На отдельной полосе А под ними На другой полосе Уже ссылки на датасет Тут у нас все на одной полосе Вот ссылки на датасет И все остальные Вот ссылки на профайл И еще какие-то левые ссылки Не важно куда они идут Их можно даже сделать Статическим текстом Здесь важнее позиционирование Скорее всего Расцветка Раз Во-вторых Этот серч бар Здесь его вообще нет В-третьих В скане Поиск Ну поиск ладно Поиск похож Здесь дропдаун Это уже JS Игнорируем их Но некоторые вещи отличаются Например Та же самая позиция Это кнопки Датасет Отличается Поле как видишь Тоже другое Затем Ресурсы Если у нас здесь Просто перечислены ресурсы С тегами То здесь похожая ситуация Но вот мы выводим Еще организацию Которая принадлежит Этот датасет Сейчас Вот эту вот фигню Я тебе про организацию Краем глаза говорил Вот Выводим какой-то рейтинг Можно игнорировать Дату создания датасета Чего нет здесь Во-вторых Здесь Если у датасета Много форматов ресурсов Они будут причислены Первый, второй, третий, четвертый, пятый, десятый, сто двадцатый Тут в какой-то момент У меня нет таких датасетов Да У меня видимо нет таких датасетов Но тут в общем В какой-то момент Когда у тебя больше чем 3 ресурса Будет циферка Плюс 3 Плюс 4 В зависимости от того Сколько ресурсов Мы скрываем Мы не показываем все ресурсы О Погенация в конце концов Посмотри как пейджер выглядит здесь И в скане Я его не вижу Но в скане он выглядит слегка иначе Пейджер Футер Другой Затем Если ты придешь на страницу датасета Ты увидишь Что здесь вообще у нас Почему-то организации Кнопки follow on follow Справа В то время как в скане В оригинале Они находятся слева В общем Я уже выключил Но поверь Они в скане находятся тоже слева И так далее Попробуй Буквально возьми Вот эту страницу Датасетс Как надоест с ней мучиться Попробуй Поковыряться Вот с этой страницей И воспрости Максимально подобное Никогда не Не имплемент Когда ты работаешь с дизайном Никогда не пытайся Полностью Воспроизвести отдельный элемент Допустим Идентичным сделать Вот этот лого Потом идентичным сделать ссылки Потом идентичным сделать Эту полосу В общем Верхний уровень Потом второй уровень Потом третий Всегда пытайся Вначале грубо набросать Все Например в начале позиционирования Только разбросать Потом поударять бэкграунды Чтоб все стало белым И так далее Итеративно Полностью прогони страницу Сделай ее грубо похожей Потом чуть менее грубо Потом еще точнее Еще точнее И в конце приходишь К идеальному соответствию Если ты будешь За счет того что Никогда не бывает Слишком идеально Всегда есть С чем поработать Если ты зациклишься На одной какой-то детали Ты потратишь кучу времени И все с новым будет не сделано Поверь Итеративный подход Когда ты пытаешься За несколько раз Сделать все максимально Похожим Позволяет тебе лучше Менеджить свое время Особенно в начале Когда ты еще не чувствуешь Сколько времени У тебя займет фича У тебя нет опыта Ненабитой руки Которая позволит тебе сказать С точностью до часа Сколько времени это займет Это бывает очень ценно Игнорирует все Что не понимаешь Как сделать Опять-таки Вот эти всякие JS Изменения темы Это все Не важно Идея не в том Чтобы написать Такой же сайт Здесь идея В основном Чтобы ты поковырялся В шаблонах Скана И столкнулся С тем Попробовал Искать Необходимый тебе Шаблон Находить Какой файл Нужно Переопределять Столкнулся С разными проблемами Потому что Я рассказал тебе Только простейшие задачи Но на самом деле Проблемы и подвохов В этом варианте С расширением Наследования шаблонов Очень много Поэтому я хотел бы Чтобы ты их увидел И когда тебе нужно Будут работать шаблонами В конце концов Чтобы ты увидел Что мы используем Bootstrap В данный момент Третий А значит Часть фич Которые тебе нужны Реализуем мы Из коробки Например у нас Буквально на днях Было Веб сид Одному из ребят Который только начал Работать из Вьетнама Появилась задача Сделать вот эту кнопку Которая показывает Попап Вот такой вот попап И этот парень Начал писать с нуля Вот эту вот кнопку Стилизовать Вот этот попап Логику на джейсе А на самом деле Мы используем Bootstrap И это все уже В Bootstrap есть Ему нужно было Просто открыть Bootstrap 3 Modal Найти вот эту вот штуку Он мне Вот где-то здесь Наверное Здесь найти Modal И скопировать Вот этот код Он скопировал Этот код Просто И покажу тебе Здесь Северскую Сейчас Секунду Сделаем это иначе Suggest Dataset Вот условно Вот это И получил Этот самый Modal Если присмотреться Вот смотри Класс Какой-нибудь Modal Fade Внутри у него Modal Внутри него Модал Контент Найдем Bootstrap Класс Modal Fade Modal Диалог Modal Контент То есть Человеку реально Нужно было Просто скопировать Это Вставить сюда И задача готова Это занимает Буквально 10-15 минут За счет того Что ты не знаешь Что именно копировать Да Погуглить И так далее Спросить Это занимает 2-3 часа Но это не занимает 2-3 дня Или даже больше Как ушло у него Потому что Есть куча Готового Функционала Да Обо всем ты не знаешь Совсем нужно столкнуться Но как раз Чтобы столкнуться Чтобы узнать Не мешает Ковыряться И экспериментировать С существующими знаниями Даже если кажется Что все понятно Лишний раз Поэкспериментировать Всегда полезно Вот как-то так Тогда на сегодня Все До завтра Как обычно Видео выгружаю В течение полчаса Пока Спасибо Пока Пока